МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он ехал до больницы 70 километров с рейкой в голове. Что это было? Везение или чудо? Просто шок. Мы думали, что просто он не выживет. Они не просто умеют любить. Они умеют любить, как никто другой. Невероятная история российского хатико. Нет слов просто. Как можно даже собаке, если в 7 часов, полчаса за час добежать до туда, на то же самое место. Здесь километра 7, наверное, отсюда. Дождевые черви на завтрак, гвозди на ужин. Шок-меню пенсионера Шермаловича. Это был бы феномен, если бы они действительно перетравливались и засвоивались в организме. 100 килограмм за полгода. Набрал и сбросил. Дело дошло до того, что он уже такой стал у него вес. Он уже по 2 килограмма в месяц прибавлял. Он был кумиром миллионов. Самым популярным артистом страны. А потом врачи поставили ему страшный диагноз. Равнозначный приговору. Друзья исчезли. Ушла жена. Концерты остались в прошлом. И тогда он решил бороться до конца. Необходимо веровать в жизнь. Необходимо веровать в то, что эта трудность ненадолго. Россия. 2012 год. Просто шок. Мы думали, что... Просто он не выживет. Травмы, несовместимые с жизнью. После такого диагноза у пострадавшего одна дорога. В морг. Но наш герой вместо морга попал сначала в операционную, а потом в историю. Напоровшись головой на рейку, Александр сам вызвал скорую. И потом еще 70 километров трясся по бездорожью в допотопной карете с красным крестом на борту. Увидев перед собой человека, у которого из глаза торчала рейка, хирург в операционной едва не потерял сознание. Рейку, торчавшую прямо из головы, нужно было распилить на части, а потом вытянуть, не повредив при этом ни вены, ни аорту. Было предположено, что полный перерыв, скорее всего, еремной вены. А эта еремная вена собирает вену с половины головы. И если там имелся полный перерыв, при удалении рейки, при дыхательном движении могло случиться, чтобы в вену засосется воздух. И образовался бы воздушный тромбоз. В этом случае мы бы не смогли его спасти. Эта жуткая и вместе с тем невероятная история началась с банального злоупотребления служебным положением. Александр работал сторожем на деревообрабатывающем комбинате. В отсутствие начальства решил напилить реек для дома на станке. И по неопытности сплоховал. Кусок дерева выскочил из-под пилы и с огромным ускорением вонзился в глаз, прошив череп насквозь. В операционной райбольнице врачи несколько часов спасали Александру жизнь. Мужчине повезло. Мозг не пострадал. Все в сознании, все помните? А быстро вас в больницу доставили? Ну вот, где взял? Два километра. И он готов. Ну, вверх. Как вы себя чувствуете сейчас? Глаз видит? А вот своими словами? Ну, как вы, как вы... Сонная артерия была не задета, а разорванную яремную вену намертво зажала злополучная рейка. Ее вытащили с третьего раза. Открывшееся кровотечение останавливали дедовским способом – пальцами. там от вены осталось буквально полсантиметра. Захватить зажимом, перевязать не представлялось возможным. Поэтому пришлось пальцем прижимать вену и вслепую в тканях прошить вену. Сейчас он не может ни глотать, ни говорить. Чтобы восстановить мышцы лица и горла, нужно делать пластическую операцию. А еще из глаз постоянно текут слезы. То ли от боли, то ли от счастья, то ли вследствие повреждения слезных желез. Но это не главное. Все-таки он жив и может видеть. Даже медики, которые вытащили незадачливого сторожа с того света, утверждают – их заслуга минимальна. Александра спас его величество случай. Шанс, который один из миллиона. Но вы думаете, они меняют. Этого пса теперь знают не только в Якутске. Для помощи Хатико объявлен сбор средств. Его прозвали так по аналогии с четвероногим героем голливудского кинохита. Прототип киношного персонажа, реальный Хатико, целых 9 лет ждал своего хозяина на одной из станций метро в Токио. Российский Хатико вместе со своей подругой охранял гаражи. Собаки были неразлучны, пока одну из них не отравили. И тогда безутешный пес заступил на свою бессрочную вахту. Прямо на месте гибели подруги. Выходим, у меня собака валяется. Оттащили еще с дороги туда. Я буквально ее за хвост оттащил туда и все. Потом он появился. И еще неделю возле нее. Люди пробовали увезти пса с места, где все напоминало ему о подруге. Отвлечь едой и уговорами. Но он был непоколебим. А по ночам протяжно и грустно был. Вот здесь мы потом уже шкуру эту постелили, а собака была вот здесь вот. А здесь вот собака лежала. Видно, что кушать ему. Задавали вот хлеб. Вот ножки куриные. Когда ударили сильные морозы, кинолог Алла Комаренко уговорила мужа забрать пса в местный питомник. Но не тут-то было. Удержать его не помогла даже клетка. Хатика сбежал, чтобы вернуться на то самое место. И к нам перезвонили, сказали, что так и так, вроде кажется, он опять там находится. Ну как так, может быть, приехали что-то, точно нету здесь его, он здесь все выигрывает. Нет слов просто, как можно даже собаке, если 7 часов, полчаса за это дело, за час добежать до туда, на то же самое место. Здесь сколько? Км 7, наверное, отсюда. В своих чувствах животные могут быть куда человечнее, чем мы. Они не умеют притворяться. И если любят, то беззаветно и навсегда. Эта удивительная история произошла в Испании. Видео с камеры наблюдения показали все каналы страны. Бродячий пес увидел, как одна из машин сбила другую собаку и бросился на выручку пострадавшей. Он пытается утащить раненую с дороги. Ему это удается. Потрясенные увиденным, дорожные рабочие бегут к месту происшествия, чтобы оказать пострадавшему первую помощь. А это видео случайно сняли туристы, отдыхавшие в Турции. Место действия – автостоянка. Кошка попала под колеса автомобиля. Ее друг отчаянно пытается реанимировать пострадавшую, в прямом смысле слова. Он делает массаж сердца снова и снова, но тщетно. Кошка умирает. Но кот не хочет оставлять подругу, словно надеется на чудо. Российский хатика тоже, наверное, ждет чуда. Хотя в глубине своей собачьей души понимает – та, кого он ждет, не вернется. По слухам, его подруга незадолго до гибели родила троих малышей. Возможно, хатика и живет сейчас ради них. Показывая пример всем нам, чтобы не забывали, что это такое – любовь на всю жизнь. Смотрите далее. 26 лет без сна. Что это? Дар или пытка? Приезжали, и по пять лет меня под аппаратами держали. Японцы. Жизнь на краю бездны. Возвращение Владимира Левкина. Выживет, выживет. Не выживет, но альбом памяти его выпустим. 100 килограмм за полгода. Набрал и сбросил. Дело дошло до того, что он уже такой стал у него вес. Он уже по 2 килограмма в месяц прибавлял. Пенсионер Юрий Шермалович – самый обычный человек. Причем очень хороший. Компанейский, трудолюбивый, безотказный. Господарством занимается. Біля хати завжди порядок. Постійно всем допомагает. Хто попросит, хто что. И сам, навіть, коли може допомогти, каже, никогда не умовляет. У него есть только одна небольшая странность, которая сделала волынянина Шермаловича знаменитым на весь мир. Ну и шо, шо, в маленьком містечку є якийсь дивак. Це прекрасно. Странность Шермаловича – його гастрономические пристрастия. В перерыве между традиционными завтраками и ужином пенсионер подъедает кое-что для души. Причем ассортимент кое-чего очень широк. От дождевых червей до травы и песка. Местные медики к рациону всеядного земляка привыкли. И ничего особенного в его прихоти не видят. Шермалович говорит, его страсть – родом из детства. Она штовхнула, как я раз в детстве взял жменю письку. Но ничего не пошкодило. А другая людина взяла, и уже мусили делать операцию. Просто удивить молодежь, как они будут реагировать на себя. Чи они, может, сами захочут так делать, чи не захочут. Чи думают, такая людина такая, мы такого не сделаем. А кто и сделал? Керосин, сигареты, иногда гвозди. 15 бокалов пива за один присест. Он ест и пьет все, что попадается под руку. Дар уникальный, но бесполезный. Доходов он не приносит и уважения не добавляет. Местные ценят земляка не за уникальность, а за выносливость и безотказность. Юрий Шермалович помогает соседям по хозяйству. Причем совершенно безвозмездно. Может, потому что ему не надо зарабатывать на еду. Для него еда повсюду. Каждая людина имеет свои какие-то фокусы. Захопание, как захопание. Буквально в 20 километрах от нашего героя живет еще один уникум, знаменитый своей странностью на весь мир. Что интересно, друг с другом волынские люди Икс незнакомы. Видимо, некогда, ведь оба работают. Шермалович с утра до вечера, а его земляк Федор Нестерчук от зари до зари. Круглые сутки. Итак, вот уже четверть века. Федор Нестерчук вот уже 26 лет не видит снов. Потому что не закрывает глаза ни на минуту. Кто, я знаю, знал, что не сплют, и может было легче поликовать. Скорее, я считаю, что нервовый сбуденький стресс перенес. Я считаю, что основная причина. А началось все в 1986 году. Его буквально свалил с ног внезапный приступ радикулита. Сильная боль не давала уснуть. Через полгода радикулит отступил. Но сон так и не вернулся. Чего Нестерчук только не пробовал, чтобы уснуть. Даже к гипнотизерам обращался. Ничего не помогало. Пробовали там и китайскими методами, и угловкалыванием. Ванны там разные примали. И души. Шарко там. Одним словом, пытались ликовать. Вопрос, чем занять себя ночью, привел неспящего уникума к остроумному решению проблемы. Перечитав всю домашнюю библиотеку, пенсионер устроился ночным сторожем в магазин. Коллеги работящим феноменом вполне довольны. Входы все время бодеры, дуже бодеры. Вскоре о живущем по соседству сверхчеловеке знал уже весь поселок. Пять лет назад неспящим человеком из Украины заинтересовались японские ученые. Снарядили в родной поселок Нестерчука, Камень-Каширский, научную экспедицию. Приезжали, и опять гиб меня под аппаратами держали. Это японцы? Японцы. Японцы отвезли пенсионера в районную больницу. Взяли все необходимые анализы, подключили специальную аппаратуру и исследовали в течение нескольких дней. Зафиксировали только 15 раз в час, с вечера, что задремал, и под рану, более 6-й годы, тоже на 15 минут. А так больше ничего не показало. Ученые путем многолетних исследований пришли к выводу. Бессонница – болезнь, причем опасная. Человек становится раздражительным. На второй день у него возникают проблемы с памятью и координацией движений. Потом возникают галлюцинации. Смерть наступает на четвертые или пятые сутки. Но Волынский уникум не спит уже 8,5 тысяч дней. При этом весьма неплохо себя чувствует. Людина абсолютно как людина. И еще хочу вам сказать, что 59 лет иметь такую голову – это совсем неплохо. Прошу, 69. Прошу, 69 лет. Это просто совсем неплохо. Невропатолог Николай Потолочный, хоть и не видел своего неспящего пациента 15 лет, но встречает как родного. Он был первым врачом, к кому Нестерчук обратился за помощью в далеком 86-м. Его обследовали. Обследовали и на ревне Киева, и на ревне Волынии, на ревне Львова. Никто не нашел настоящей причины бессонни. То есть органичных изменений, как мы называем, або каких-то тяжких изменений в мозг, у него немає. У него мозг нормальный. У него все нормально. Единственное, что нема сну. То есть мозг не засыпает. У него не распространяется торможение. На вопрос, можно ли усыпить Нестерчука, врач дает неожиданный ответ. Легко. Но только медики тут ни при чем. Сейчас Саше Пехтелеву 16 лет. И он весит 100 килограмм. Скажете, много? Как бы не так. Представьте себе, еще три года назад наш герой весил вдвое больше. Мальчику в двухлетнем возрасте поставили страшный диагноз. Синдром Пратера-Вилли. Это редкая генетическая аномалия, которая сопровождается нездоровым аппетитом, приводит к ожирению. Он на специальной диете уже с 9-го года. Как только он первый раз попал в больницу, вот, в нем тогда было 200 килограмм. Ему буквально негде было повернуться в тесной квартирке. Когда пришлось вызывать спасателей, я им дала масло, попросили подсолнечное. Масло это подсолнечное вначале лить туда, чтобы скольжение было между ним и ванной. Туда, значит, протянули эту самую простынь, чтобы его потом тащить. Вы знаете, они говорят, нам такого еще никогда не приходилось делать. И тогда Вера Михайловна сказала себе, они во что бы то ни стало должны победить недуг. Дело дошло до того, что он уже такой стал у него вес. Он уже по 2 килограмма в месяц прибавлял. Строжайшая диета – ничего жирного и жареного, минимум сладкого и мучного. Соблюдать диету у Саши получалось не всегда. Но Вера Михайловна не сдавалась. И он, в свою очередь, не мог ее подвести. Какой ты игрушки, может, мечтаешь? Не, не, я работаю, я хочу работать. Хочешь работать? Да. Кем? Кем-то? Опер Маса Сергеевна. Ты хочешь работать, как в сериале про Марью Сергеевну? Да, да. Милиционером? Да. За три года Саша сбросил 100 килограмм. Это российский рекорд похудения. Ну вот нам предстоит еще пройти, сбросить вес лишний, не меньше 30 килограмм. Вера Михайловна убеждена, внука ждет большое будущее. Теперь ему любые трудности нипочем. 2012 год. Москва. Взгляните на это видео. На первый взгляд, обычный свадебный клип. На самом деле, это кульминация почти голливудской сказки. Счастливый жених в кадре, бывший солист Нана Владимир Левкин. А эффектная барышня в платье невесты ждала с ним встречи 20 лет. Это невероятная история. 15 лет назад Левкин балансировал на грани между жизнью и смертью. Шансов на выздоровление не было. О нем забыли поклонники. Покинули друзья, ушла жена. А он остался вопреки всему и всем назло. Одноклассники, одногруппники, учителя вдруг открывают рты и говорят, этого не может быть. Такого не бывает. Это бывает только в сказках. Не может быть так, что девочка с 19 лет, которая исписала всю 27-ю школу города Ижевска фамилией Левкин с сердечками. Были исписаны все парты во всех классах. Были исписаны все стулья, все стены. Как этот гадкий утенок вырос у этого лебедя и встретился у своего принца. Это съемки 1998 года. Группа «Нана» – лучший поп-коллектив страны. А Левкин – ведущий «Нанайц». Едва ли не все девчонки страны хотели быть с ним рядом. Пацаны мечтали оказаться на его месте. А в это время Володя уже из-под воли убивала страшная болезнь. Вскоре эти роскошные волосы выпадут, улыбка погаснет. В одну секунду, раз, и все, и ты понимаешь, что на тебя смотрит доктор и говорит, что если ты завтра не придешь, я за тебя не отвечаю, я не знаю, сколько тебе осталось. Понимаешь, вот это вот такой диагноз буквально за одну секунду. И ты вечером отыгрываешь концептор, рано утром у доктора, говоришь, я пришел. И на полтора года капельницы, никуда не выйти, ничего. Поклонницы недоумевали. Куда он пропал? А он молча боролся со смертью. В моем случае это была четвертая стадия. И, понимаешь, многие, скажем, смотрели на это как-то. Ну, выживет, выживет. Не выживет, мы альбом памяти его выпустим. Когда продюсер рассказал ему о предложении выпустить альбом памяти Левкина, Владимир про себя решил. Выживу. Вопреки. На зло. Я, помню, из больницы вышел, буквально через две недели я спросил, а что у нас концертов нет? Он вернулся на сцену. Один, без нана. И встретил ее. Ну, а то, что он среди тех девчонок обратил внимание только на меня, в тот день я ничем не отличался. У меня не было какой-то супер-блакияжа, не было супер-прически, не было схватчевательного наряда. А также просто проявил интерес. Видимо, что-то на глазах блеснуло. Это надо у него спросить. Она так, короче, что-то говорила, и, в конце концов, вырулила на то, что вот, я вас люблю, там, какое-то количество лет. Любите? Замуж, ходите за меня. Ну, в общем, все это... Он дал ей номер телефона. Она звонить не собиралась. Этот телефон как горячий номер был. Господи, как хочется позвонить. Прошло 4 месяца, и наступил такой момент в моей жизни, когда я вдруг поняла, что я уже почти свободна, и я набрала в один брак. Три неудачных брака научили Левкина осторожности. Но в тот день он забыл обо всем. Я позвонила Володе, он был счастлив, и он сразу сказал, я хочу от тебя детей. Это было, наверное, больше, чем признание. 15 лет назад он исчез, но она осталась. Теперь все наоборот. Левкин – известный поэт и востребованный режиссер. Счастливый муж и образцовый семьянин. Он на виду. И жизнь продолжается. Необходимо вера в жизнь. Необходимо вера в то, что эта трудность ненадолго. Понимаешь? Это просто необходимо каждому человеку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова